Говорит Москва и Президиума Верховного Совета СССР, ко всем членам партии, ко всем трудящимся Советского Союза, дорогие товарищи и друзья, Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза, Совет министров СССР, и Президиум Верховного Совета СССР с чувством великой скорби извещает партию и всех трудящихся Советского Союза, что 5 марта в 9 часов 50 минут вечера после тяжелой болезни скончался председатель Совета министров Союза СССР и секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин. Перестало бить со сердца соратника и гениального продолжателя дела Ленина, мудрого вождя и учителя Коммунистической партии и Советского народа Иосифа Виссарионовича Сталина. Охваченные глубокой скорбью, тысячи москвичей вышли в это утро на Красную площадь. В сердцах миллионов людей острой болью отозвалась горестная весть. В эти скорбные дни все народы нашей страны еще теснее сплачиваются Великой братской семье, под испытанным руководством Коммунистической партии, созданной и воспитанной Лениным и Сталином. Глубокий траур одерись города и села советской страны. В Ленинград веют траурные флаги над Невой, над Смольным. В трауре Кировский завод, город гори, где родился Великой Вождь. Подмосковные колхозные села. Глубокая печаль пришла в семьи советских людей. Пришла скорбная весть и на далекое Заполярье. Приспущены флаги на кораблях морского флота. Траурные флаги над улицами украинских городов Одессы и Львова. Над улицами столицы советской Белоруссии, Минска. Траурные полотнища над Кремлем волжского города Горького. В траурном боре нефтяные вышки Баку. Адерес в траур улицы столицы Эстонии Таллина. По всему миру разнеслась скорбная весть. Слушают ее сыны великого китайского народа. Вглядываются в черты дорогого лица. Долетела скорбная весть и до окопов в Корее. В трауре Варшава. Леют траурные полотнища над улицами Праги. Скорбят трудящиеся Будапешта. В трауре Бухарест. Дошла траурная весть до Софии. Испущены флаги над столицей Албании тираной. С глубоким волнением трудящиеся в Берлина читают сообщения о смерти товарища Сталина. Задолго до того, как был открыт доступ к гробу товарища Сталина, на улицах столицы, в центре и на окраинах, возник бесконечный поток людей, устремившийся в этот день траура к Дому Союзову. Трудящиеся столицы шли в колонный зал для великого прощания с гениальным вождем и учителем трудящихся. Иосифом, Иссарионовичем и Сталином. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Руководители партии и правительства, члены семьи товарища Сталина, члены центрального комитета партии, партийные и советские руководители союзных республик. КОНЕЦ Ордена и медали. Знаки великих заслуг товарища Сталина перед народами Советского Союза. Велико народное горе. В глубокой печали проходят перед гробом советские люди. Субтитры создавал DimaTorzok Прощаясь с рождем, каждый хочет навсегда запечатлеть в своей памяти дорогие черты. Субтитры создавал DimaTorzok Не иссякая, течет и течет живая река народной любви и народной скорби. Новые и новые тысячи людей беспреживно вступают в колонный зал. Тысячи венков, живые цветы, они запечатлели в себе глубокое чувство любви трудящихся к отцу народного счастья. В почетном карауле у гроба руководители партии и правительства товарищи Маленков, Берия, Ворошилов, Молотов. Булганин, Хрущев, Каганович, Микоян. Несут в почетную вахту гроба представители рабочего класса, статные колхожники и колхожницы. Советские женщины. Советские женщины. Советские женщины. Редактор субтитров А.Семкин Неисчерпаемую силу гения отдал Сталин трудящимся людям. Эти руки не знали отдыха в неустанном труде во имя народного счастья. Люди не могут сдержать слез, прощаясь с тем, чье имя для каждого несовместимо с мыслью о смерти. Течет, течет живая река, все новые и новые венки несут трудящийся кровь вождя. Ни днем, ни ночью не замирает мерное, как накат морских волн, движение на улицах, примыкающих к Дому Союзов. Идут маршалы, генералы, офицеры, чтобы возложить венки на гроб генералиссимуса Сталина, величайшего из полководцев мира. Представители героической советской армии несут почетный караул у гроба творца нашей бессмертной ратной славы. КОНЕЦ Стоят на траурной вахте адмиралы советского военного флота. Представителей армии и флота сменили в почетном карауле московские пионеры. Советские дети, те, что стоят в почетном карауле, и те, которых родители несут на руках, говорят, последнее прости тому, кто сделал счастливым их детство. В почетном карауле у гроба Иосифа Виссарионовича Сталина, учащиеся ремесленных училищ. Руководители Ленинско-Сталинского комсомола. Представители советского студенчества. В эти дни в стране повсюду возникали траурные митинги. Трудящиеся давали клятву еще теснее сплотиться вокруг Сталинского Центрального Комитета Коммунистической Партии Советского Союза, вокруг родного советского правительства, в великом деле строительства коммунизма. Со всех концов нашей социалистической родины прибывали в Москву советские люди для последнего прощания с великим вождем. По дорогам в Москву съезжались дружники колхозных полей. За много километров от Дома Союзов начинался людской поток. Нескончаемой вереницей шли люди к Дому Союзов. Почтить светлую память гениального строителя новой социалистической культуры, воспитателя новой советской народной интеллигенции, пришли в колонный зал советские ученые. Писатели Работники искусства Работники искусства Деятели советского кино Учителя, врачи, инженеры, студенты, члены единой семьи строителей коммунизма. Проходят члены дипломатического корпуса в Москве. Пришли почтить память великого Сталина представители церкви. По всей стране в эти дни возложением венков выражал народ свою скорбь, свое уважение к памяти великого вождя. Чтят память товарища Сталина, металлурги и тракторостроителей Челябинска. Становятся в почетный караул у монумента великого строителя мощной советской металлургии доменщики Магнитогорска. Одна за другой вступают в дом союзов делегации крупнейших промышленных центров советской страны Ленинграда, Сталинграда и многих городов, областей, краев. Бакинские нефтяники скорбят о том, кто пять десятилетий тому назад собирал здесь под боевое знамя первые отряды революционных бойцов. По всей необъятной нашей стране потрясенной великой утратой советские люди собирались у монументах товарища Сталина, выражая свой скольп, свою любовь в столице советской Белоруссии Минске. У величественного монумента победы в столице советской Армении Тереваня. В столице советской Литвы Вильнюсе. В столице Узбекистана Ташкенте. В городе, Революционной юности товарища Сталина, столицы советской Грузии, Тбилиси. В городе горе, на родине великого вождя. Революционная юность. Революционная юность. Одна за другой возлагали венки и вставали в почетный караул у гроба гениального строителя, могучего многонационального советского государства, делегации братских народов всех 16 союзных республик. Субтитры создавал DimaTorzok 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 О мероприятиях по организации партийного и государственного руководства С одобрением воспринял народ это постановление Руль партийного и государственного руководства в нашей стране в надежных руках В руках верных учеников и соратников великого Сталина Под водительством великого Сталина создан могучий лагерь мира, демократии и социализма В эти скорбные дни из многих стран в Москву прибыли делегации Делегация великого китайского народа во главе с премьером Государственного административного совета Джо Эн Лаэм Преклонив головы перед гробом, они выражают свою скорбь, свою верность нерушимой дружбе китайского и советского народов Товарищи Джо Эн Лай, Говошо, Ли Фучунь в почетном карауле Вместе с ними выражают свою скорбь вождь китайского народа Мао Цзэдун, члены правительства Китая и сотни тысяч граждан Пекина В Шанхае, городе боевых революционных традиций, трудящиеся скорбят по великой утрате В Шанхае, городе боевых революционных традиций, трудящихся скорбь вождь китайского народа Мао Цзэдун В городе Ханькоу выражают свое соболезнование советскому народу Одна за другой входят в колонный зал правительственные дерегации стран народной демократии Президент Польской народной республики Болеслав Берут, маршал Польши Константин Рокоссовский Миллионы поляков разделили в эти дни с советским народом скорбь утраты великого друга польского народа Неугасимую любовь, глубокую скорбь выражал в эти дни народ Чехословакии Президент Чехословакской республики Клемент Готвальд Председатель Совета Министров Венгрии Матиас Ракоши и товарищ Иштвандоби Румырская делегация, возглавляемая председателем Совета Министров Георгию Деш Албанская делегация во главе с заместителем председателя Совета Министров Спиро Калека Тысячи жителей столицы Народной республики Албании, тираны, правительства страны во главе с товарищем Энвером Ходжа дали клятву верности заветам Сталина Чтил память великого Сталина и трудолюбивый народ свободной Болгарии Болгарская делегация во главе с председателем Совета Министров Средателем Совета Министров Вылка Червенковым Делегация героического корейского народа возложила венки в гроб товарища Сталина Воины, герои освободительной войны против империалистических интервентов Возлагали венки в знаки великой любви к товарищу Сталину Их близкие делили с ними скорбь утраты Субтитры создавал DimaTorzok Клятвой верности родному народу присягали солдаты Кореи В память великого вдохновителя борьбы народов за свободу, честь и независимость Делегация Монгольской народной республики Председатель Совета Министров Циденбал, посол в СССР Итан Чжан В почетном карауле представители немецкого народа Товарищи Макс Реймон, Вальтер Ульбрифт, Отто Гротеволь, Вильгельм Цайсер В колонном зале делегация Франции Вместе с немецкой делегацией стоит в почетном Жак Дюкло Секретарь французской коммунистической партии Итальянская делегация во главе с генеральным секретарем Итальянской коммунистической партии Пальмира Тольятти Генеральный секретарь коммунистической партии Великобритании Гарри Полит и товарищ Питер Керриган Делегация коммунистической партии Австрии во главе с Йоганом Коплимиком Секретарь коммунистической партии Испании Долорес Ибарули Премьер-министр Урхо Кекканен возложил венок от правительства Финляндии У гроба великого знаменосца мира Выдающийся индийский борец за мир Сайфуддин Кичлу Несут почетный караул Делегации международных демократических организаций В эти дни в Москву из всех стран мира Шли в соболезнования По поводу тяжелой утраты Тысячами и тысячами венков Выражали народы мира Свою скорбь Свою великую любовь и признательность К вождю народов КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Своего гениального учителя и друга, руководителей партии и правительства. В последний путь. КОНЕЦ 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 В траурной процессии, за гробом, идут руководители партии и правительства, представители братских союзных республик, выдающиеся деятели всемирного движения за мир, демократию и социализм. КОНЕЦ 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 Утрату окончил свой славный жизненный путь наш учитель и вождь, величайший гений человечества Иосиф Виссарионович Сталин. В эти тяжелые дни глубокую скорбь советского народа разделяет все передовое и прогрессивное человечество. Дела Сталина будут жить в веках и благодарные потомки, так же, как и мы с вами, будут славить имя Сталина. Товарищ Маленков говорит о товарище Сталине как великом продолжателе дела Ленина, непрестанно развивавшем ленинское учение, осуществляя которое, товарищ Сталин привел нашу страну к всемирно-исторической победе социализма. Товарищ Маленков говорит о священной обязанности неустанно и всесторонне укреплять советское государство, обеспечивать дальнейшее укрепление единства и дружбы народов, всемерно укреплять могущественные советские вооруженные силы, обеспечение дальнейшего расцвета социалистической Родины. Законом для нашей партии правительства является неослабная забота о благе народа, а максимальном удовлетворении его материальных и культурных потребностей. Товарищ Маленков говорит о священной обязанности укреплять великую коммунистическую партию, хранить единство партии, укреплять неразрывные связи партии с народом, укреплять лагерь мира, демократии и социализма, вечную, нерушимую братскую дружбу Советского Союза с великим китайским народом, с трудящимися стран народной демократии. Советский Союз проводил и проводит политику сохранения и упрочения мира, международного сотрудничества и развития деловых связей со всеми странами. В заключение своей речи товарищ Маленков говорит. Трудящиеся Советского Союза видят и знают, что наша могучая Родина идет к новым успехам. У нас есть все необходимое для построения полного коммунистического общества. С твердой верой в свои неисчерпаемые силы и возможности советский народ творит великое дело строительства коммунизма. В мире нет таких сил, которые могли бы остановить поступательное движение советского общества к коммунизму. Прощай, наш учитель и вождь, наш дорогой друг, родной товарищ Сталин. Вперед по пути к полному торжеству великого дела Ленина Сталина. Выступает первый заместитель председателя Совета министров Союза СССР Лаврентий Павлович Берия. Дорогие товарищи и друзья, трудно выразить словами чувства великой скорби, которые переживают в эти дни наша партия и народы нашей страны. Все прогрессивное человечество не стало Сталина, великого соратника и гениального продолжателя дела Ленина. Ушел от нас человек, самый близкий и родной всем советским людям, миллионам трудящихся всего мира. Отметив величайшие исторические заслуги товарища Сталина в деле освобождения трудящихся от гнета и эксплуатации, в вооружении партии и советского народа, величественной программой строительства коммунизма, товарищ Берия говорит о том, что напрасны расчеты врагов советского государства на то, что понесенная тяжелая утрата приведет к разброду и растерянности в наших рядах. Мы должны еще более усилить свою бдительность, как учили нас великие вожди Ленин и Сталин. Могущество советского государства заключается в единстве советского народа, в его доверии к коммунистической партии, к своему советскому правительству. Советский народ с единодушным одобрением встретил постановление Центрального комитета партии, Совета министров и Президиума Верховного Совета СССР о проведении чрезвычайно важных решений, направленных на обеспечение бесперебойного и правильного руководства всей жизнью страны. И эти решения ярко выражают полное единство и сплоченность в руководстве партией и государством. Товарищ Берия заканчивает свою речь словами. Народы нашей страны могут быть уверены в том, что Коммунистическая партия и правительство Советского Союза не пощадят своих сил и своей жизни для того, чтобы сохранить стальное единство рядов партии и руководства, крепить нерушимую дружбу народов Советского Союза, крепить могущество советского государства, неизменно хранит верность идеям марксизма-ленинизма, и, следуя заветам Ленина и Сталина, привести страну социализма к коммунизму. Вечная слава нашему любимому, дорогому вождю и учителю, великому Сталину! Выступает первый заместитель председателя Совета Министров Союза СССР Вячеслав Михайлович Молотов. Дорогие товарищи и друзья! В эти дни мы все переживаем тяжелое горе кончину Иосифа Виссарионовича Сталина, утрату великого вождя и вместе с тем близкого, родного, бесконечно дорогого человека. И мы, его старые и близкие друзья, и миллионы и миллионы советских людей, как и трудящиеся во всех странах, во всем мире, прощаются сегодня с товарищем Сталиным, которого мы все так любили и который всегда будет жить в наших сердцах. Товарищ Молотов говорит в своей речи о великом значении деятельности товарища Сталина в создании коммунистической партии, советского государства, братского содружества советских народов в победоносном строительстве социализма, во всемирной исторической победе над фашизмом, в создании всемирного лагеря миролюбивых народов говорит о том, что товарищ Сталин открыл для нашей страны светлые перспективы для построения коммунистического общества. Далее товарищ Молотов говорит о том, что товарищ Сталин Сталин, вся жизнь которого освещена светом великих идей вдохновенного народного борца за коммунизм, не только осуществлял повседневное руководство социалистическим строительством, но и вооружил партии и народ важнейшими открытиями марксистско-ленинской науки, которые на многие годы освещают наши движения вперед к победе коммунизма. Наша партия, следуя заветам великого Сталина, дает нам ясное направление дальнейшей борьбы за великое дело построения коммунизма в нашей стране. Мы должны еще теснее, еще крепче сплотиться вокруг Центрального комитета нашей партии, вокруг советского правительства. Бессмертное имя Сталина всегда будет жить в наших сердцах, в сердцах советского народа и всего прогрессивного человечества. Слава о его великих делах на пользу и счастье нашего народа и трудящихся всего мира будет жить в веках. Да здравствует великое всепобеждающее учение Маркса Энгелеса Ленина Сталина. Да здравствует наша могучая социалистическая родина наш героический советский народ. Да здравствует великая коммунистическая партия Советского Союза. Траурный битинг окончен. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Прощай наш учитель и вождь наш дорогой друг родной товарищ Сталин. Двенадцать часов Незабываемые минуты великого прощания. Великого прощания. Миллионы людей обнажив головы застыли в скорбном молчании на улицах и площадях на заводах и фабриках. на строительстве Иртышской гидроэлектростанции. В нефтяном Баку стоят, обнажив головы, строители Мингичаурского гидрусла в Азербайджане. Шахтеры Донбасса, трудящиеся Алматы, колхозники Таджикистана, жители Минска, Ленинграда, Сталинграда, Челябинска, Свердловска, Еревана. Народы всех стран мира прощаются с великим Сталином. Жители столицы Китая, Бекина. Застыли в молчании китайские военные моряки, воины корейской народной армии и китайские добровольцы. Народная Монголия. Будапешт. Бухарест. Трага. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Совершить великое дело строительства коммунизма, завещанное товарищем Сталином. Еще теснее сплотиться вокруг Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза и Советского правительства. Советские люди своим самоотверженным творческим трудом подкрепляют клятву. С твердой верой в свои неисчерпаемые силы и возможности советский народ творит великое дело строительства коммунизма. В мире нет таких сил, которые могли бы остановить поступательное движение советского общества коммунизму. Вперед по пути к полному торжеству великого тела Ленина Сталина! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok